Здравствуйте, друзья! С вами Александр Кушнарь на канале Ньюс Эйдер. У нас с вами вечер пятницы, а на фронте ключевой момент в этой стремительной фазе контрнаступления ВСУ. Прокремлевские блогеры бьют тревогу. Сразу от нескольких из них поступила информация о том, что украинские военные начали штурм оккупированного Купенска и близки к замыканию кольца вокруг Изюма. В свою очередь источники в Нацгвардии Украины сообщают, что ВСУ уже практически в самом Изюме, а группа российских военных, по их данным, вышла с белыми флагами. Пророссийские паблики пишут, что между Изюмом и Купенском уже перерезана дорога, которая является последним из двух главных путей снабжения оккупационной группировки России в Изюме. Единственный альтернативный логистический путь для Изюмской российской группировки идет через село Оскол, которое стоит на одноименной реке. Однако и тянущийся через нее мост, либо уже под контролем украинских военных, либо подорван ими, говорят сами российские военные пропагандисты. И если эти сообщения соответствуют реальности, то громадная изюмская группировка россиян, которая насчитывает тысячи военнослужащих, уже осталась без линий подкрепления и уже находится практически в полном окружении. Разумеется, мы не собираемся верить на слово этим информационным пособникам путинских убийц и предпочтем дождаться информации от украинской стороны. Надо только понимать, что ВСУ по поводу Оскола и других деликатных моментов, связанных с этой важнейшей задачей операции по окружению Изюма, будут молчать до момента, пока огласка не перестанет быть препятствием для украинской миссии. То же самое касается и Купенска, последнего оставшегося крупного пункта снабжения армии-агрессора, но и он же является ключевым железнодорожным узлом региона. На данный момент известно только то, что украинцы ведут за этот город ожесточенные бои. Последствия этих боев уже публикуют местные жители, которые выкладывают фотографии поднимающихся в городе столбов дыма. Впрочем, и здесь от российских агрессоров поступила хорошая для украинцев новость. В телеграм-канале российского пропагандиста подобного выложен кадр, по всей видимости, сделан из дрона, который показывает по словам разрушенный украинскими силами мост в Купенске, лежащий через разделяющий Купенск реку Оскол. В заметке сказано, что ВСУ атакуют позиции россиян гаубицами, самоходными артиллерийскими установками и высокоточными ракетными комплексами. И здесь нужно сказать, что западное РСЗО и правда как нельзя кстати в этом бою. В отличие от допотопных российских ураганов и смерчей, у которых точность не превышает плюс-минус 150 метров, американские Хаймарсы и М270, а также немецкие Марс-2 бьют с точностью до метра. И это качество дает вооруженным силам Украины невероятное преимущество. В критический момент сражения, подобный этому, ВСУ смогут с безопасного расстояния гарантированно уничтожать несколькими хорошими залпами именно то, что им нужно. И в данном случае это вот тот самый мост в Купенске, без которого российская группировка там на левом берегу попросту остается без подкрепления. И именно это, по всей видимости, с ней сейчас и произошло. Представьте, сколько снарядов потребовалось бы российским СССР, чтобы причинить мосту такие же повреждения, которые вы видите сейчас на своих экранах. В то же время и авиацию, очевидно, здесь применять невозможно, поскольку это было бы очень рискованно в условиях столь плотной ПВО. Таким образом, вот в этой конкретной ситуации наглядно продемонстрировано превосходство оружия НАТО, которым воюет Украина, над морально устаревшими российскими инструментами. Можно не сомневаться, что именно западные РСЗО в этой битве, в битве за Купенск и, очевидно, за Изюм, станут ведущими средствами поражения с украинской стороны. В сети появилось снятое украинцами видео, показывающее как минимум три машины Хаймарсов, которые мчатся по дороге. Можно только догадываться, куда именно они спешат, но сам факт такой спешки говорит о сверхсрочной задаче, а таковой сейчас является именно ситуация под Купенском, ну и отчасти в Изюме. В данном случае проявляется еще одно качество этих систем, выгодно отличающее их от российского вооружения того же класса, мобильность. И дело не только в скорости передвижения Хаймарсов, которая, как известно, может достигать почти сотни километров в час, как вы и видите сейчас на своих экранах, но и скорости развертывания этих систем. В отличие от тяжеловесных ураганов и смерчей, Хаймарсам не нужны отдельные машины-погрузчики ракет, которые всюду бы ездили за Хаймарсами, поскольку погрузчиками являются сами Хаймарсы. Им достаточно просто прибыть на место дислокации и самостоятельно погрузить контейнер с ракетами себе на борт, чтобы тут же и выпустить их по врагу. Собственно, именно это они и делают прямо сейчас где-то в украинских степях. Ну а на этом видео вы можете посмотреть пуск ракет Джиммер ЛС, которыми пользуются Хаймарсы и другие аналогичные системы. Соответствующие шлейфы в ясном небе показывают, что действительно стреляет западное РСЗО. Вопрос только какой. И если речь идет о Харьковском направлении, то вполне возможно, что в данный момент, вот на этом видео, работала система М-270. Не исключено, что именно та самая, которая была накануне замечена в Балаклее. Пока что украинские военные не публикуют кадров боевых действий из Купинска, однако уже успели обозначить там свое присутствие фотографий на фоне стелы с названием города. Тем самым они опровергают недавнее заявление местного, говоря оккупационной администрации, который пытался заверить публику в том, что якобы никому из украинских военных не удалось зайти в город. На самом деле, в его вранье нет, конечно, ничего особенного. Это просто еще одно, одно из тысяч сообщений, которые публикуются в рамках большой кампании по дезинформации, работающей по незамысловатым шаблонам, написанным в Кремле. И суть этих шаблонов это отрицать очевидное, рассказывать о подоспевающих подкреплениях, лгать о крупных потерях наступающих сил в СО и сохранять бодрость тональности до последнего утраченного рубежа. Так работает прежде всего Минобороны России, в последних сводках которого, как вы знаете, нет ни слова о потерянных россиянами территорий, в том числе и той же Балаклеи. Так работают и российские гаулятеры, и их более мелкие подобия. И, наконец, так работают и упомянутые нами выше информационные агрессоры Кремля в тех же телеграм-каналах. Хоть им и дозволено рассказывать чуть больше правды, но, опять же, не ради самой правды, а ради того, чтобы российское начальство имело хоть какой-то канал связи с действительностью. Все это легко понять, если почитать все эти телеграм-каналы российских информационных гопников, тексты в которых написаны словно в наркотическом бреду. Взгляните хотя бы на их материалы последних дней, которые предшествовали контрнаступлению ВСУ на Харьковском направлении. Ведь они не смогли предвидеть ни сам украинский Блицкрик, ни его промежуточный исход в виде молниеносного освобождения обширных территорий. Ну а теперь они, как видите, стряпают новые сюжеты на тему о героической обороне Изюма и Купицка. В этом смысле им помогает Минобороны России, которая сегодня запустила ролик о технике, которая якобы спешит на подмогу оккупанта. Идет ли она к ним на самом деле, мы узнаем только по итогам боев. Однако у украинского военного журналиста Юрия Бутусова есть на этот счет большие сомнения. Вот что он написал в своем фейсбуке. Российское министерство обороны поставило задачу всем своим пропагандистам показывать, что к попавшей в оперативное окружение группировки вооруженных сил России в Изюме якобы идут резервы. Ролики показывают, как куда-то идет некая колонна и куда-то летит вертолет. Такие синхронные заявления показывают, что часть российских войск охвачена паникой. Они смотрят на карты и видят, что основные магистрали поставки уже перерезаны вооруженными силами Украины. Что остался только один путь отступления по тяжелой дороге к Осколу. И что командование не может гарантировать безопасного отхода из хорошо сваренного котла. Изюм охвачен с трех сторон и положение российских войск здесь критично, даже если смотреть на российские карты обстановки. Такие панические видеосюжеты россиян показывают, что российское командование очень неуверенно в своих войсках и своих действиях. Поэтому, судя по сообщениям пропагандистов России, Изюм готовится к жесту доброй воли. В таком случае все коллаборанты и предатели должны готовиться к зачистке СБУ. Освобождение Изюма непременно состоится, подчеркнул он. И здесь я хочу напомнить, что как раз сегодня были сообщения о том, что задержан так называемый глава оккупационной администрации Ивановки. И так будет еще раз, как говорят украинские власти, с каждым предателем, который перешел на сторону вражеских войск и работал на них в то время, когда украинские территории находились под оккупацией. Карта боевых действий, которая показывает стремительное продвижение ВСУ в последние три дня, демонстрирует масштаб и успех объявленной украинской контрнаступательной миссии. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за последние несколько дней украинские военные освободили от оккупантов уже более тысячи квадратных километров. А глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что очень впечатлен достижениями ВСУ под Херсоном и особенно под Харьковом. Спешка, в которой отступал враг на Харьковщине, иллюстрируется огромным количеством и брошенной им военной техники, и брошенных им боеприпасов. Так, хороший трофей в боксе в Сидесае. Бля, нулячий БТР. У них какие-то Е606. Короче, Орков Китанчик, 16-го года. Красочкой внутри пахнет. Ну, в общем, лялечка. Я не знаю, что они. Бросили его. На нем можно было вот чудеса творить. Они убежали. В общем, ой. Оп. Будет она работать против них. Все это добро досталось вооруженным силам Украины в таких количествах, которых не было даже в первой фазе этой войны, когда Россия, как известно, теряла личный состав и вооружение просто-таки пачками. На этих кадрах очередные примеры тяжелых военных машин России, которые перешли в руки украинских защитников. Здесь и БТРы, и танки, и гаубицы, и самоходные артиллерийские установки, и контрбатарейный РЛС «Зоопарк». Даже эта уникальная машина оказалась теперь на вооружении украинцев. Другой пример. Это перешедший во владение украинцев склад врага в Балаклее с большим количеством боеприпасов разного типа. Здесь даже не ящики, а целые вагоны снарядов. Успех сопутствует в СУ и на Южном фронте. Спикер Оперкомандования Юг Наталья Гуменюк прямо заявила, цитирую, «Мы продвигаемся, и это очевидно. У нас есть углубления в позиции врага от двух до нескольких десятков километров, однако мы пока не заявляем название населенных пунктов и направлений, по которым мы имеем успех». Рассказал Огуменюк, имея в виду режим тишины в интересах секретности операции. Согласно официальной сводке Главного разведуправления Украины, к вечеру пятницы новости для России неутешительные. В отчете сказано, что в СУ разгромили так называемый элитный 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк противника. По данным разведчиков, контрнаступление сил обороны Украины заставляет российских убийц в военной форме просить помощи у Красного Креста и бежать на украденных велосипедах и мотороллерах от наступающих украинских воинов. Цитирую, «Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, который находится в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Они звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. А некоторые просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины. Окупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнце Пёк», но понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад, заявили авторы отчета, указывая, что личный состав противника жалуется на отсутствие боекомплекта и техники в условиях ошеломительного украинского контрнаступления и, добавим мы уже от себя, благодаря 10-недельной подготовке, которую провели «Хаймарс» и аналогичные системы, уничтожая российские склады с боеприпасами и тем самым, опять же, лишая врага возможности расходовать свой боеприпас в том темпе, в котором он расходовал его и раньше. Ну, а по-другому он воевать, как известно, не может. Если у него нет бесконечного количества боеприпасов, то российские военные убийцы просто бегут. В свою очередь, Генштаб ВСУ в своем докладе приводит новые цифры потери России. Как следует из его данных, только за 7 и 8 сентября россияне потеряли 25 танков, 55 бронемашин, 44 артиллерийские системы, 6 РСЗУ, 3 системы ПВО и 79 единиц военного транспорта, а также 2 самолета и 3 вертолета. Ну, а за минувшие сутки ВСУ уничтожили 6 складов с боекомплектом, 2 базы и штаб российских сил. Ну и, наконец, только за 2 минувших суток Россия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла порядка 1000 военнослужащих убитыми. Друзья, мы продолжим следить за этой динамичной ситуацией которая меняется буквально каждый час и которая может измениться кардинально уже на утро этой субботы. Спасибо, друзья. Оставайтесь в Ньюсейдер, поддерживайте украинскую армию и при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. До скорых встреч.